Л.Джи Всем добрый вечер! Рада приветствовать вас на нашей странице в Фейсбуке, на нашем Ютуб-канале. Это Лучшее радио, программа Л.Джи. Меня зовут Лера, и я сегодня, как всегда, пригласила к себе интересного гостя. Сегодня будет музыка, сегодня будут разговоры, и, пожалуй, с музыки мы начнём, а потом я гостя нашего представлю. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Итак, естественно, вы узнали Лёшу Гурьева, моего коллегу, соведущего. С ним мы обязательно встречаемся в программе L.G. Но пока речь не о нём. В общем-то, вы на радио услышите всё. Мне интересно вот с его напарником поговорить. Женя Лещенко. Женя, здравствуй. Привет, привет. Я о тебе много слышал, но так как-то нам не довелось с тобой пересечься, хотя, в общем-то, в музыкальных кругах вращаемся оба. Я сейчас зачитаю то, что ты прислал мне в информации о себе, потому что это очень любопытно. Учить наизусть я не стала, уж прости. Итак, Женя Лещенко. Белорусский еврей с планеты Земля. Здесь всё понятно. Кантор-композитор реформистского течения в иудаизме. Свободный художник визуально-звукового жанра. Инженер аналогово-цифровых связей в медиасфере. Технический директор и художник по ВИДЖЕНГУ в театре. Художественный руководитель контркультурного клуба «Бессарабия» в Иерусалиме. Это ты вообще писал? Судя по всему, ты удивлён очень. Диджей с 20-летним стажем. Музыкант и исполнитель проекта «Гой дивизия» и «Сектор». Мотиватор разговоров на любые темы. Непризнанный специалист по любому вопросу. Коллекционер пластинок, 8-битных игр и приставок, а также упоротых трэш-видеоклипов. Тут вопросов у меня скопилось сразу много. Давай начнём с самого начала. Кантор-композитор реформистского течения в иудаизме? Ну да. Это как? Ну смотри, реформистское течение, ты знаешь, что это в иудаизме. Молитвы, музыкальные произведения, тире, они развиваются. Вот надо, чтобы кто-то их развивало. Я в своё время писал композиции, мелодии для молитв. Мелодии, так сказать, новое видение, так сказать, мелодии. И как это? Хорошо, многие даже до сих пор, Авдала, там у меня есть мелодия, которые до сих пор там поют. Авдала, для тех, кто не знает, это на исходе субботы зажигают специальную свечу и поют специальную молитву. Ну в основном её читают, а тут, я понимаю, поют. Поют, под гитару, женщины, мужчины, все вместе. Ну да, реформистское движение, я удивляюсь. Просто выпускница религиозной школы, поэтому мне это как-то сразу Вот, как ты к этому пришёл? Слушай, ну это была моя молодость, и как бы с этого я начал свой путь вырывания из таких серых будней, затхлых городов Белоруссии, знаешь. То есть это началось у тебя ещё в Белоруссии? Да, это в конце 90-х, первое еврейское лагеря, я познакомился с реформистским течением, и хорошо, что с ним познакомился. А здесь, в Израиле, ты сколько уже? Здесь 10 лет уже. 10 лет. Приехал по идейным соображениям или выбора не было? По смешанным. Потому что я как бы в Москве работал, в реформистском течении, и так уткнулся в потолок, понимал, что там что-то непонятно, там-сям. Ну, короче, решил поехать, проверить. И как? Как Израиль встретил тебя? Слушай, ну, во-первых, я ни разу после этого не был в синагоге, как приехал в Израиль, понимаешь? Это я ещё раз доказал, что религиозные люди и религиозные, наверное, за границей, если таки в Израиле, либо уже остаются, либо сбегают. Это две крайности, как мне показалось. Ну, слушай, ну, встретил как всех. Не лучше, не хуже, как бы, жопа одинаковая. Жопа одинаковая. Но не было у тебя каких-то культурных шоков, скажем там, и потому как лично для меня было, ну, у меня был культурный шок, когда я сюда приехала, потому что религиозные евреи там, с которыми я общалась, кто преподавал у меня в школе, они были отсюда. Они были израильтяне. И те религиозные евреи, с которыми я столкнулась здесь, тоже отбили напрочь охоту, вообще хоть какое-то отношение иметь к религиозным течениям, каким бы то ни было. Слушай, ну, культурный шок у меня был даже не из-за религии. Религия я раньше понял, что там происходит, во всех течениях происходит, хотя реформизм очень люблю, но везде свои какашки. А социально-культурно я был шокирован практически через год. То есть я понял, что все эти еврейские песни, все эти там сахнутовские троллевали о высококультурной стране остались, наверное, где-то в 70-х, 80-х, а я приехал в такую серьезную окраину Москвы, такую, да, то есть которая там вроде бы... Ну, согласись, сахнут — это одна из самых лучших пиар и рекламных кампаний, которые когда-либо существовали. После Арифлейма, да, и Гербалайфа. После Гербалайфа, да. Удивительно, как они соблазняют сюда ехать, рассказывают одно, ты приезжаешь. Не, ну это, конечно, есть, но в исторических справках. Да, нет, тут еще вопрос, в какой пузырь ты попал. Некоторые приезжают там в русский пузырь, да, некоторые приезжают в марокканский пузырь, да, в свои культурные какие-то встречи. Я в Росолим сразу репатриировался, у меня был адрес репатриации «Бар Путин». Серьезно написано это там. То есть у меня такая была жизнь, тоже такой кокон постсоветского такой тусовки, но в Иерусалиме, да, и поэтому я немножко встретился так, со своим специфизмом таким городом. Ну, на самом деле, да, потому что мне реально очень хотелось спросить, поскольку, будучи представителем музыкальных движений в центре, я вижу, насколько по-другому развивается музыкальная индустрия, скажем, в том же Иерусалиме, на русском языке, на английском языке, неважно, даже на том же на иврите. Что касается, скажем, русскоязычных израильтян, которые пытаются как-то построить свою тусовку, все развивается совсем по-другому. Это специфика города, специфика людей, специфика еще чего бы то ни было. Ох, слушай, но я всегда говорил про Иерусалим. Тель-Авив — это Питер, Москва. И, наверное, это вот там тоже что-то, такой спальный город, в котором свои какие-то проблемы, все друг друга любят и ненавидят одновременно, да, и от этого, и он маленький. Как бы ни казалось, он большим, он все-таки маленький. Вот, Тель-Авив при этом там все варится и тусуется, и поэтому случилась какая-то такая, молодежь скатилась, скатилась, съехала. Съехала, свалилась, я даже сказал. Уехала в центра, а в Иерусалим он каким-то таким книжно-ботанистическо-хипстерско-трэшовым остался таким, знаешь, как это там... Как это красиво говорить слово «задроты». Ну да. И как тебе в этой тусовке вообще, учитывая яркость, учитывая вот эту вот брызжущую энергию, которую мы здесь наблюдали, это вот как тебе в Иерусалиме с этим? Слушай, в Иерусалиме нормально. Если честно, в Иерусалиме уже и так полон секс сумасшедших, да, то есть город немножечко свихнувшихся людей, поэтому там не страшно быть немножко не в себе, но при этом Иерусалим хорош, что ты один, да, то есть ты там такой один, да, и там много таких единиц, да, которые в Иерусалиме приезжают, растворяются, потому что тут вообще тусовка всяческих непонятных таких, порт космический. А Иерусалим — это больше такая космическая гостиница, да, то есть кто-то там живет и живет. Ну, я заметила, что могу ошибаться, скажи, что я не права, в Иерусалиме собрать тусовку на концерт намного сложнее, чем в Тель-Авиве, в Ришине, даже в той же Хайфе. Хотя, казалось бы, на севере люди намного медленнее, они спокойнее, они дольше раскачиваются, но вот даже там, даже на севере как-то музыкальную тусовку, музыкальную какую-то шумиху поднять намного проще, чем в Иерусалиме. Посмотри, Иерусалим — город большой, он такой распал, такой жирный. Только сказал он маленький. Нет, он маленький по количеству людей, по такой колхозности, да, по деревенскости, при этом он такой широкий, и люди, которые там живут где-нибудь в Гело, им приехать на концерт-центр города — впадл, долго и прочее. Ну и, ой, слушай, про Иерусалим, я даже вопрос забыл. У меня столько мыслей сразу появилось, что вопрос забыл. Вопрос был, почему так сложно собрать людей на тусовку. А сложно собрать, потому что, во-первых, уехало много. Ну смотри, при этом, если я, например, завтра сяду, делаю рекламу какому-нибудь негуним, койдышу, песни, там, советского еврейства, в перелокладе на клейзмер, что-то, а тут будет толпень от мала до велика. То есть все-таки еврейство. Ну да, 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 любят вторбуку. Да, Иерусалим все-таки живет в своем ритме, ему на современность технологии развития, ну, по большому счету. И да, и нет, потому что в Иерусалиме очень серьезная такая андеграунд-тусовка, которая не видна, она спрятана, потому что она маленькая тоже, все друг друга знают, и она такая, под радаром, какие-то рейвы незаконные, какие-то там, какой-то клуб, какая-то там дыра с концертом, и определенные люди это знают, а те, кто открывает Facebook, например, и просто ходят по городу, не знают, что происходит. Она вышла в такой город. Ну, то есть на гора не вылазят, гораздо удобнее сидеть в подполье. Да. Ловят? Слушай, ну, как везде, как везде, рейвы закрывают, какие-то там, знаешь, я не знаю, везде одинаковая фигня по всей стране. По большому счету, да. Но в Иерусалиме, не насколько я знаю, официальных таких вот мест, что можно сказать, что вот мы хотим приехать с концертом в Иерусалим, но я знаю только вот бар Путин и Бессарабия. Больше нет, получается? Есть, больше есть. Просто опять же, вот видишь, мы живем в пузыре в определенном, да, в Тель-Авиве, в центре мы знаем кучу площадок русскоязычных, смешанных, да, в Иерусалиме есть там Blaze Bar, это метал-панк такой, да, есть желтая подводная лодка, огромная там площадка такая. Огромная большая, есть Москека, есть места. Сейчас все, правда, прекратили существовать практически. То есть предыдущий год поубивал, в общем-то? Процентов 50, да. И не все хотят возвращаться. А как ты пережил предыдущий год, вот всю эту корону, все это, или для тебя ничего не изменилось? Слушай, ну, так как Бессарабия достаточно такое андеграундное место, в ней всегда было все так, не фонтан. Не шаг, привалка. Да, так что, что корона, что не корона, было то же самое, в короне мы закрывались и делали иногда такие лайвстримы, специальные мероприятия, вот, и как по мне даже было лучше, был интерес выше у людей, да, то есть типа что-то происходит, давайте мы там лайвстрим или постучимся, попросим, чтобы нас пустили там посмотреть на это. А сейчас вообще непонятно, такое наступило новое время, что... А для тебя лично прошлый год это был год падения или год как раз какого-то внутреннего творческого подъема, может быть? Слушай, я отдохнул. Я за 10 лет жизни в стране понял, что я так много как бы работал, 24 часа в сутки практически, что я отдохнул, кто-то там что-то учил, кто-то там... Я себе отсидел жопу, у меня ногу свело на два месяца после этого, то есть я купил телевизор вот такой где-то примерно огромный, и смотрел, и отдыхал. Наверстывал упущенное практически. Абсолютно. Так, едем дальше. Проекты у тебя один другого краше. Гой-дивизия, название вообще шикарное, и Сектор. Сектор — это то, что вы нам представили с Лешей сегодня. Вообще, кому пришла идея петь Сектор Газа на Иврите? Слушай, ну я давно об этом ходил, думал, мне кажется, лет пять назад, но не думал, что это интересно кому-то. Сам себе что-то там придумал, и Леша приехал в Израиль, и у меня появился со... Единомышленник, да. Да, потому что дальше это собутыльник. Самышленник, как это сказать. Леша не пьет, к сожалению. Ну что ты раскрываешь-то секреты? А, да? Я думаю, что он нормальный. Ой, бухает, как синяя вообще. И, короче, и вот он согласился, говорит, давай. И вот мы написали буквально там... То есть у меня были какие-то наработки. Вот Ахла Банадам, Бахаим Баулям. И как оно пошло-поехало, и это был прикол. Да, раз уж мы зацепили, давай мы послушаем еще одну вашу песню, а потом продолжим. Погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АНИ БАКОР АВИВ, АНИ БАКОР МАГНИВ. ПЕРО ВАЗМАНА НИ ХАМОДВЕ, АХЛАПЕ НАДАМ. АВАЙЦИ ПОМИТЬЯ АИН, АДОМНИ ДЛАКБАААИН. МИ ФЛЕЦАТ МИ ТОРЕРЕТ, БИФНІ БРОКЕ АХДАМ. ЛАМА ВОТКА, ЛАМА, ЛАМА, ЯАИН. ЛАМА, ЛАМА, АЛКОЛЬЯ, ЛАДМИЯ ШАМАИН. ЛАМА, БАМ, И ШТАРА, ОДА, БАМ. КШЕ АНИ ШИКОР, АНИ ХАРАПЕ НАДАМ. АНИ ОГЕВ НАШИМ, АВИЛУ ГИЛЬЧЕШИМ, АНИ КОННЕ ПРАГИМ, ЛАЭН, ВЕМЕМАЗ МЕЗОТАН. АНИ НАТАН МАКОТ, МАШПИЛЛЕРКОСИЮТ, КШЕ ЕШБАКБУК ТАКИЛА, АЗБРОХИМ ЛЕБАЛАК. ЛАМА, 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 ВОТКА, ЛАМА, 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 ЯАИН. ЛАМА, ЛАМА, АЛКООЛЬЯ, РАДМИЯ ШАМАИН. ЛАМА, БАМ, И ШТАРА, ОДА, БАМ. КШЕ АНИ ШИКОР, АНИ ХАРАПЕ НАДАМ. КОГО ДЛЯ ХАВРИМ, СТАКИЛА, АЗБРОХИМ ЛАМА, КАЛЕ НИ СКИКИМ, ВЕКЖЕ АНИ ЦАЛУЛЯНИ, МАКСИМ ВЕНЕ ГЕМАН. БДИХОТ ЛАМА, СКИЙ КОТ, КИШАДИТИ АРАКОТ. САТАН ЙОТЕМЯ ГОПШЕЛИ, ДАУФУХВАРМИКА. ЛАМА, 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 ВОТКА, ЛАМА, ЛАМА, ЯАИН. ЛАМА, ЛАМА, АЛКООЛЬЯ, РАДМИЯ ШАМАИН. ЛАМА, ЛАМА, ВОТКА, ЛАМА, ЛАМА, ВОТКА, ЛАМА, 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 АЛКООЛЬЯ, РАДМИЯ ШАМАИН. ЛАМА, БАЛЬСКА, ЛАМА, ЛАМА, ВОТКА, ЛАМА, ВОТКА, ЛАМА, КЩЕ АНИ ШЕКОР, АНИ ХАРАПЕСАДАМ. Смотри, я так вот послушала тексты, мне кажется, что это все же не перевод. Зная, будучи знакомой с творчицом группы «Секторгаза», увы, так сложилось, я понимаю, что это не дословный перевод. Это адаптация, я называю. Это даже перерождение какое-то, да? Сектор Газа, названа группа в честь района... Соседей наших, да. Нет. Сначала группа названа в честь района, в котором Юра Хой проживал, Сектор Газа. Сектор Газа это было потому, что пахло очень от заводов, да, от настоящих. А назвали это Сектор Газа, потому что по телевизору все время говорили о агрессии Сектор Газа и Израиля, и этой тусовки. Агрессия была в основном израильская по отношению к Сектору Газа. Да, это был такой секс такой обоюдный, по обоюдному согласию, мне кажется. Вот, и Сектор Газа, который как-то вот сюда, слушай, ну... И это да, ну поисторически это очень хорошо легло на ухо людям, и... Вот, а по темам оно легло еще больше. Вот эта вот часть разочарования, которым ты спрашивал, да, про... Вот у меня это разочарование, я увидел в израильтянах, я считал... Может, я не всех видел еще, конечно, пару миллионов осталось. Я считал, что это очень там страна со скрипками выходящая, да, из самолетов. Вот, оказалось, такие шабаны какие-то, какие-то окраины больших городов, потому что по взаимоотношениям между людьми. И оно так поехало, вот эта вот тема связей русских советских гопников и местных арсов, и вот это вот отношение к женщинам, отношение к сексу, к наркотикам. Он как-то вот пришло сюда, да, приехало сюда, но вдруг едешь в город Лот, ну ты понимаешь, что ты вот сейчас получишь люлей просто от кого-то за то, что ты не так выглядишь, вот ощущения совершенно советские. И от этого пошло... Вдруг я беру песню, смотрю, о, это вот менты, да, про ментов песни. А у нас вот кого ненавидят так же, как ментов? Работников в Де Медена, да, например. И вот оно пошло как-то склеиваться, так что это переложение, это попытка приклеить советское вот это вот прошлое наше поэзию хулиганскую и современное состояние. Вот никогда бы не назвала тексты сектора газа хулиганской поэзией. Поэзии было далеко, хотя весело было бы, конечно. А насколько нужно вообще, да, вот извини, философский вопрос. По большому счёту, хотелось бы от этого убежать, от гопоты, от этой, в принципе, мы от этого оттуда и уезжали. Хотелось как бы видеть и своё будущее в каком-то более цивилизованном обществе. Девяностые вроде пережили уже, и слава богу, они остались за кормой. А тут приезжаешь и понимаешь, что Арсиада здесь цветёт и пахнет. И подкармливать её ещё вот как-то привезёнными своими музыками, стихами, хрен бы с ними. Вот, как-то, а надо ли? Слушай, ну это подщёчина своеобразная, да. То есть, например, сектор газа, с одной стороны, в совке, да, так это музыка, которую поливали, с одной стороны. С другой стороны, впервые были подняты темы в музыкальном сфере, которые обходили стороной. Впервые появились матные слова, которые не пошлые. Если послушать песню сектора газа, там не просто как у красной плесени, мат на мате ради мата. Там всего и всё имеет как бы место. Всё-таки, я считаю, это поэзия, я могу долго потом говорить. А здесь получается, что, ты понимаешь, если здесь не начать говорить о некоторых вещах на языке местном, то эти вещи никогда не начнут думаться о них, никогда не начнут люди. Например, русская публика наш проект не очень воспринимает. Ну, типа, о, прикол, сектор газа, там, ля-ля-ля. Это тоже определённый, определённый возраст вполне себе. Ну да, там, особо граммар нации, которые там за акцентом, у вас такой акцент ужасный, выучите. Я говорю, акцент такой, как у людей. Как бы, мы не спит, я не буду рэкать тебе, чтобы ты услышал мой французский акцент. Я говорю тебе на акцент тяжкенадском, да, и это мой, как бы, акцент вообще считают такой наш паспорт. Вот, и оказалось, что израильтяне, я сначала песни проверял, у меня поэтические вечера проходят, я их проверял, читал тексты. И оказалось, им нужна эта простая, тупая, минималистическая в тексте поэзия, которая говорит о простых вот вещах. Там, вот у тебя воняют носки, да, ну вот, надо сказать об этом. Потому что вот у него воняют носки, а он забрызлась этим дезодорантом и ходит по улице, от него уже пахнет носками и дезодорантом, да, одновременно. Вот об этом нужно петь, чтобы он, может, понял, что там либо ноги помыть, либо жизнь изменить, когда я знаю, что... Напомнил мне просто монологи Верки Сердючки, да, про мужчина на верхней полке в семейных трусах в ужасной позе. Або вкрытые свои ноги, або давайте что-то решать. Так и здесь получается. Опять же, ну это же, наверное, культура. Думаешь, оно будет восприниматься так, а оно доходит до людей, в общем-то, о чем мы поем, что над этим нужно не смеяться, с этим нужно что-то делать. Это же болезнь, это же нарыв. У нас последний концерт был неделю назад, впервые пришли не только наши друзья, но, опять же, мы это делали так, не очень рекламировали, пришла куча израильтян, в два раза больше. И прямо по центру зала стоял вот классический герой наших песен, Арс такой вот в два дидасах, он первый раз это все видел. Он стоял со стаканом водки, и вот он подпевал «Лама водка», «Лама яйн», и в конце концерта он пришел и говорит, «Вы спели про меня». Да, и я тут понимаю, что у него случилось, он проговорил, он говорит, «Ани Харабана дамы», такой Кишани Шикор. И он проговорил это, и, возможно, включилась какая-то лампочка, как зеркало, да, потому что не просто так человек там поржал с кого-то, а вдруг он себя увидел. На следующий день вернулся, одолжил рюмку и ушел. Ну, неважно, ничего не изменилось. Ничего не изменилось, не сразу. Москва не сразу строилась, может быть, впоследствии. Скажи, пожалуйста, а «Гой дивизия» — это что? «Гой дивизия» — это проект Антона Кучера с его вместе с сестрой. Это, ну, такой смесь ближневосточного такого мизрахи и русского шансона, и грузинского какого-то... Короче, все вместе. Есть шансон, хулиган, рейв, поп, мизрахи. То есть это хулиганский проект на русском языке. Я там делаю биты, Антон поет всяческие песни. Как-нибудь надо приехать к вам. Надо будет подумать, потому что оно звучит уже как-то, мизрахи вместе, восточная музыка, русский шансон, грузинские... Барабаны и ахафлы какие-то грузинские. Все вместе. Там Антон, он склеивает просто... Название вообще, «Гой дивизия» вообще, да? Оно такое... Честно, что вы, все не соблюдаем шаббат, все с лицами белыми. Гой, да? Ну, для израильтян. Ну, не все гои давайте с белыми лицами, сказала я, потеряв свое... Ну, ты аутрируешь, специально аутрируешь. Своё абсолютно белое, к солнцу неприученное лицо, абсолютно еврейской национальности. Скажи, пожалуйста, коллекционер пластинок, восьмибитных игр и приставок, а также упоротых трэш-видеоклипов. Хорошо, трэш-видеоклипы я могу понять. Можешь. Да, это их в диком количестве, в общем-то... Ну, я собираю именно музыкальные. То есть не мемчики там, а прочее. Я собираю всякий трэш-очок по миру. Очень интересно. Мой канал есть в интернете с подборками. С подборками трэш. А что считается трэшем? Слушай, ну вот трэшем считается певица Ердена есть такая местная. Вот она в купальнике, очень плохо поёт, очень плохо двигается, но дело-то с такой душой, что ты смотришь, тебе отвратительно, и хочется смотреть дальше. Это вот что-то вот такое. Да, то есть когда хочется смотреть дальше. Потому что есть такие трэшаковые ролики, которые ты один раз посмотрел и больше не хочешь возвращаться. Есть там песня «Наши иконы самые красивые», я не помню, как называется это. Это ансамбль «Христа спасителя». Вот, да, да, да. Ну, они, слушай, ну там пласт культурный. Это не просто типа трэш. Это отдельное трэш-направление. Ну вот так вот неподготовленному зрителю взглянуть, это же тихий ужас. Ну «Ном», например, да, у меня много клипов «Нома», много... Ой, ну я причисляю сейчас, если начну, от Украины до Америки. А как ты вообще, откуда ты черпаешь вдохновение? Откуда это всё приходит? Вот сейчас я хочу делать вот это. Слушай, ну приходит, знаешь, в голове много мыслей всегда двигается, крутится, и вдруг тебе приходит возможность её реализовать. И тогда вот как и с сектором, так и с клипом. У меня вот есть бар, у меня есть коллекция видеоклипов. Я думаю, о, запущу-ка я канал, чтобы у меня там в баре всегда играл какой-то набор. И приходят израильтяне смотреть на вот этот вот трэшак и учиться жизни, как бы. Как из советской анимации, например, да? У меня есть телевизор, в котором 24 часа крутятся мультики советские. И приходят аниматоры, и они вот такими глазами смотрят, потому что тут-то учат по Disney-стайл, да, и прочее. Всё-таки мы американизированная страна. Я не знаю, насколько мы американизированная страна. Израильские мультики, которые, будучи матерью двоих детей, честно тебе хочу сказать, я предпочитала, чтобы мои дети смотрели какие-нибудь девочковые диснеевские мультики, чем вот то вот говно, которое рисуется квадратное, вечно пукающее, отрыгивающее вот это вот израильское. Где коты не похожи на котов, собаки не похожи на собак, они похожи на что угодно, ну, вот на космических пришельцев. Это абстрактное мышление, может, развивает у детей. Я не знаю, что это развивает, но детям это как-то на пользу не пошло. Пришлось их пересаживать на те же советские мультики или на американские 30-40-х годов, которые все красивые, там яркие цвета. Но это же проявляется в израильской культуре с младенчества. Ты приходишь в садик, тебе показывают картинку, которую нарисовал твой трёхлетний, там, четырёхлетний сын. Нахренакал цветов какую-то хрень сделать. Говорит, посмотри, я из-за Йофи. Ты говоришь, зараза, я из-за Йофи, где там Йофи? Ну, скажите, ребёнок. Это я. Ты молодец, да, выключил звук, ну, хорошо. Значит, так, а я знаю, почему ты хочешь выключить этот микрофон, ты хочешь к тому микрофону. Давай тогда к тому микрофону и будем выходить на финишную прямую. Да, поехали. Ай, свай, траспи! Зеохалас, хавері, балі і тхатен. Яшлі, аруса, мамаш, яфаве, одйотер. Кварасіну, хагрусі, кшасалад, бадлі. Саптами салона мрагі не шамашелі. Хак шабатець слабо баїт, коли мішпаха. Або шла на танликоса, марта, себраха. Лёя дяті, мао, мрі, мазмаєцами мені. Ще я нахну, домінг, макубы, бить пельмені. Абашелі, ашкенасі. Іма шла, цар патія. Ждей мішпахоць, ждей оламоць. Мімунна бе, новий год. Йомшельхат унайгі, лахац ле пашут. Азманат олам іру, аціць живе кашрут. Хамки садо дати, но кнехітах яніт. Шваме отміцаць шла ве хамішім шелі. Кабалат панім хупа, коза ля рецпа. Лёлі штат ве ле, холь, бліссов, мамаш хутпа. Ліа карі, кудім, козем ве фаер-шоу. Арах, водка, храй ме гадзе. Сюртючка, хорашо. Абашелі, ашкенасі. Іма шіна, цар патія. Ждей мішпахоць, ждей олабоць. Катлаве харавоць. Йерах два шовер маэр, не шерет альба. Іма шла, натна них бос, там кі махала. І омерет, ше хатанахера я адив. Ше ані лё гебер, ані лё хель харив. Ішта намацав пабай, тхара авера. Седірвы, бешуль алайвы, імі мульмара. Рашвеца, код, кольём, митло нанлі абай. Ісриввы арба, шао, таруць, ісриввы арба. Абашелі, ашкенасі. Іма шіна, цар патія. Ждей мішпахоць, ждей мішхавоць. Ла ба хахалювьоць. Маламаді ці мізе, так ші вухаварім. Коль сасонве, коль сім хабасом застан мілім. Ошер хесефе бриют і шіру пазманім. Коль хатанве, коль калалі, льо ме сударімкі. Абашелі, ашкенасі. Іма шіла, цар манія. Ждей мішпахоць, ждей мішхавоць. Ла ба хахалювьоць. Абашелі, цар патія. Іма шіла, Русія. Ждей мішпахоць, ждей мішхавоць. Ла ба хахалювьоць. Ні, ну я, конечно, я даже не знаю, честно, как воспринимать это. У мене это, знаешь, накладывается на моё восприятие сектора газа тогда, ещё в советские времена. І то, що ви поёте, я, с одной стороны, понимаю і эту сторону, і ту сторону понимаю. Ну, наверное, должно пройти время, чтобы привести это к определённому какому-то знаменателю і понять, как ты к этому относишся. Выглядит, конечно, это всё прикольно. То, с какой душой вы это делаете. А сразу напрашивается вопрос, вы с Лёшей вообще давно знакомы? Вы знакомы ещё и с той жизни, до приезда в Израиль? Знакомы, да, с позапрошлой жизни практически, ещё и с Белоруссией. Но вместе работать начали здесь. Мы там раньше так ходили друг возле друга, там, смотрели друг на друга, думали что-то там. А в Израиле собрались и начали делать. А почему именно этот проект? Ну, хрен его знает. Вот что было, то начали делать. Мы много чего обдумываем ещё, что-нибудь такое эдакое. Но с этим проектом как-то вместе склилось и петь, и танцевать, и дуротой заниматься, и ещё и людям нравится. Ну да, этот проект, в общем-то, не требует какого-то галстука бабочки и вести себя прилично. Можно просто оторваться и сбросить всё, что накопилось за неделю на концерте. Да, иногда чересчур даже сбрасываешь уже и худеешь там. Да худеешь, это ж хорошо. Ну да, но потом не можешь танцевать. Слушай, это всё друг с другом цепляется. Кошмар, какой кошмар. Поэтому надо делать акустический проект. Сидишь, никого не трогаешь, поёшь песни. И всё тебя не слушает. Нет, как бы всё, слава богу, всё хорошо. Скажи, пожалуйста, у тебя вообще по жизни активная гражданская позиция по отношению к твоей стране, в которой ты находишься? Или вот... Более чем активная. У меня даже мама просит некоторые посты в фейсбуке не писать. Она видит, что я начал писать, всё, надо срочно не успокаивать. Ты по поводу того, что происходит в Израиле, или по поводу того, что происходит на малой родине? В Израиле тоже. Но сейчас я подуспокоился. У меня был такой пик. Года три назад я там горел-горел. Сейчас я болею, конечно, событиями в Беларуси, в родной. Позиция активная. Хожу, всегда голосую, пытаюсь говорить. Из-за этого меня многие не любят. Из детей, да, произведут? Да, расфрендживают, считают меня там каким-то антисемитом за то, что я критикую. Здесь такое, здесь нельзя критиковать страну, да. В принципе, там, как бы, песня «Сектор» — это некая критика определенных укладов в жизни, да? Естественно, да. Но для многих очень таких людей, которые там были чужие, тут они приехали, оказались тоже чужие, да, и вот им нужно доказать, что они суперевреи, вот для них это тяжело, и они меня критикуют, говорят, я там антисемит, потому что я там говорю, там, израильтяне тоже воруют. Они такие, нет, нет. Да ладно, нет, у нас это воровство, правда, от низов до самых, вот, пожалуйста, у нас премьер-министр под судом за взяточество, мошенничество. Не доказано, не доказано, однако свято место пусто не бывает, это раз, да, как бы ушел один в тюрьму, его место занял другой, и туда, вот это у нас министр другой из тюрьмы пришел на министерский портфель. Слушай, ну тут, если это спрашивать, можно дойти до истерик, очень больно по-настоящему, что происходит здесь, это тоже часть разочарования, что ехал-то в какой-то островок надежды для еврейского народа, а приехал такой в концлагерь этих, то шлюмим и этих платежей, да, типа, живешь хорошо. Ну, концлагерь, это, конечно, фиговое слово для еврейского, да. Я знаю, вот за это меня не любят, а по факту ты... Нет, я с тобой согласна по концепции, да, слово-то не очень само по себе, да, оно очень тяжелое. Попробуй выйти из нашей страны пешком. Да. Туда, куда можно выйти из этой страны пешком, ходить не надо, я с тобой согласна. Либо в море, да, либо... Ну, мне очень радостно, что ни одной мне болит, да, мы, в принципе-то, все находимся в... Те, с кем я говорю, те, кто поддерживает такую позицию, что больно за страну, обидно смотреть на все это, и хочется говорить правду, и хочется что-то менять, мы все более или менее одной возрастной категории, и мы не боимся об этом говорить, но, тем не менее, все равно остаемся с непопулярным мнением. Всем хреново, все плачут, все жалуются, а вот те, которые хотят что-то менять, рвутся, говорят в открытую, неважно, музыкально ли, просто в прозе, постами в Фейсбуке, проявляя гражданскую позицию, какую-то становятся людьми с непопулярным мнением, и от них отворачиваются люди. Удивительно. Слушай, ну, тут у большинства части страны комплекс стокгольмский, да, ну, потому что... В смысле, стокгольмский седром, ты любишь того, кто тебя мучает? Да, настолько любишь, ты должен любить, если ты его не любишь, то тебя не... Ты понимаешь, что если ты не любишь Израиль, то у тебя больше и все, ты остался один, потому что ты оттуда сбежал, оттуда сбежал, оттуда сбежал. Ну, любить Израиль — это одно, я обожаю Израиль, но есть же еще и израильское правительство, которое к Израилю имеет очень непосредственное отношение, потому что это государственная система. До некоторых это уже около святые люди, там критиковать религиозную партию, значит, идти против еврейского центра души, от центра души еврейских... Ну, начинается вот этот подменный понятий. Поэтому я думаю, что нужно подождать. Едет новое поколение, растет новое поколение. И, знаешь, вот ты удивляешься этому трешаку, который мы гоним, да, со сцены. А это же один из таких восходов определенных вещей, потому что в Израиле, если копнуть в израильскую андеграунд, происходит революция сейчас. Люди делают... Израиль всегда опаздывал на 5 лет. 5-6 лет от России особенно, да? Я вижу сейчас там вылезает проект, который где-то там схож с Ленинградом. А там вылезает проект, который там на Little Big подкашивает. А там выходит проект, который там под какой-нибудь хип-хоп, там хлеб, там или... Что-то происходит. Это говорит о том, что, значит, через 5 лет у нас будет уже новая культура, чуть-чуть новый пласт. Это хорошо. Так что не переживай. Я не переживаю. Я как раз из тех, кто активно действует, чтобы что-то менять. Вот на этой ноте мне очень понравилось по поводу революции, по поводу нового поколения. Спасибо тебе большое, что пришел. Лет через 5-6 мы обязательно встретимся снова и посмотрим, сложилось или не сложилось. Спасибо огромное. Ну что, и вам большое спасибо за то, что были с нами сегодня. Не забываем подписываться на канале YouTube. Есть такой колокольчик, если вы до сих пор на него не нажали. Очень рекомендую это сделать. На нашей странице в Facebook тоже стоит, то, что называется, оформить подписку и не пропускать выпуски программы L.G. Услышимся, увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok